Приветствую вас дорогие друзья! С вами Иван Кузнецов. Давненько мы не виделись и в этом видео я вам расскажу про тренажер, которым пользуюсь уже больше полугода. Расскажу значит кому нужен такой тренажер, обязательно, кому желательно. Почему я выбрал именно такой тренажер, а не какой-либо другой, там варианты есть разные. Преимущества и недостатки данного тренажера. Дам какие-то рекомендации на тему того, как выбрать его, потому что много есть предложений разных на рынке, можно реально тупануть и купить не то что нужно. Я вам потом покажу почему, расскажу. Ну и по мелочам всякие разные интересные штучки про тренажер. Я думаю это видео будет полезно всем, кто следит за своим здоровьем, тем кто стремится быть здоровым, кто работает дома сидя за компьютером, у кого нет времени именно на тренажерный зал. Что ж, устраивайтесь поудобнее, постараюсь быть, постараюсь все сделать коротко, информативно и интересно. Давайте сперва разберемся кому нужен этот тренажер. А сразу же скажу здесь, это не какие-то рекомендации, это просто сугубо мое личное мнение и то мнение, к которому я пришел именно, почему я выбрал именно такой тренажер. Значит, такой тренажер, на мой взгляд, нужен в первую очередь тем, кто сидит, работает дома, обязательно, вот прямо железобетонно. Вот, у кого по каким-то обстоятельствам жизни на данный момент нет времени для того, чтобы ходить минимум 34 раза в тренажерный зал и выбегивать там все, что нужно. Или такой период жизни, когда нужно много времени проводить именно дома на домашнюю работе. Это могут быть фрилансеры, кто работает дома, это могут быть интернет-предприниматели, это могут быть любые другие профессии, которые работают через интернет, работают дома. Важный момент, можно сказать так, что, конечно же, можно ходить и вышагивать на улице этот километраж, который, собственно, я прохожу на тренажере, можно. Но это довольно-таки тяжело, особенно в большом городе, особенно весной, когда сейчас все везде тает, у нас все тает грязь, и грязь смесить нет большого желания. Тем более, на тренажере у нас есть много интересных функций. Итак, кому инфобизнесменам, фрилансерам, тем, кто работает дома, у кого нет времени походить по тренажерным залам. Я этот выбрал именно из этих критериев, потому что мне нужно было, во-первых, схуднуть, сбросить вес, во-вторых, для профилактики. Самое главное, даже не для сгонки веса, а для профилактики сидячки. Для мужиков, в особенности, даже больше, чем для женщин, такая штука нужна для профилактики простатита. Ну, такая штука, особенно когда человек сидит, мужчина, у него немножко по-другому работает кровообращение, половые органы по-другому немного устроены, да. И поэтому положение сидя крайне неблагоприятно для мужчин. Поэтому, на мой взгляд, профилактикой простатиты является сидя, является хождение, активное кардио. Вот, и благодаря такому тренажеру, собственно, вы можете заниматься профилактикой регулярно, стабильно и при этом не отрываясь от дела. Я его купил для того, что сейчас мы поднимаем наш собственный интернет-проект. Много работы по интернету, естественно, поэтому я бегаю, одновременно помогаю своей жене, Ксюше, что-то там отвечая на вопросы, она меня что-то спрашивает. Поэтому, как бы, получается, всегда на связи, но при этом всегда занимаемся спортом. Я всегда занимаюсь спортом, и моя Ксюша в том числе. Всегда есть возможность встать, что-то сделать и заново приступить к тренировке. Поэт, именно исходя из этих критериев, я принял решение купить тренажер домой. Хотя он большой, он действительно большой, у нас однокомнатная квартира, я потом покажу это все. Как бы, скажем так, на этом месте может быть там шкаф, там что-то еще такое более, вещь, которая даст удобство в квартире. Но мы выбрали все-таки здоровье, а удобство, ну, потом как-то можно в квартиру побольше переедем и будет здоровье. Я надеюсь, это понятно. Но сейчас мы рассмотрим те причины, почему я выбрал именно эллипсоид тренажер, а не беговую дорожку и не велотренажер. Сейчас я постараюсь ответить на вопрос, почему я выбрал именно эллипсоид, это эллиптический тренажер, а не беговую дорожку, не велосипед и никакой другой тренажер. Для этого есть как субъективные, так и объективные критерии. Во-первых, я исходил из того, что, как бы, ну, я из опыта знаю, когда ты ходишь на беговой дорожке, именно ходишь, ходишь долго, а занимаюсь я минут 100 на беговой, ну, вот на эллипсоиде. Бывает 100, бывает 120, 160 минут в день. Все зависит от тренировки. И, например, такое же время находить в активном темпе по беговой дорожке, лично у меня начинают болеть очень голеностопные суставы. У меня травмы голеностопных суставов правая и левая. Поэтому мне нужно, чтобы стопы мои были фиксированы в определенном положении. На электрическом тренажере вы ставите стопы, и они у вас никуда потом не идут. Это первый момент. То есть, это профилактика травм голеностопного и коленного сустава. Соответственно, из-за того, что здесь нет фазы полета, здесь нет ударения о поверхность пятки, соответственно, ноги закреплены, поэтому нагрузка на суставы ног идет более щадящая. И для меня это является критически важным. Поэтому беговую дорожку я сразу же для себя, скажем так, отбросил. Дальше велотренажер. Он может быть такой более вертикальный, более горизонтальный. А там, в принципе, ноги закреплены. Мы ими работаем. То есть, щадящая нагрузка для суставов. Но там есть одна штука главная. Там сидят. Все-таки на велотренажере нужно сидеть. А мне нужно было стоять. Я считаю, что тем, кто работает сидя, нужно заниматься стоя. Ну, либо лежа, но не сидя заниматься. Поэтому эллипсоид для меня это идеальное сочетание того, что мне нужно. То есть, это безопасность. И профилактики заболеваний, которые получают все, кто работает много за компьютерами. Это заболевания органов малого таза. Там для мужчин, для женщин. Они разные. Вот. Бывают разные, бывают одинаковые. Поэтому я выбрал именно исходя из этих критериев. Но нужно понимать, что эллипсоид далеко не идеальная машина. У нее есть также и свои минусы, и плюсы. О которых я сейчас подробно расскажу. Один из самых главных минусов эллиптического тренажера. Это его, конечно же, длина. Его величина. Я вписали, ничего не менял. Чтобы вы видели. Вот у меня здесь микрофон. Здесь буквально камера стоит около стола. Далее, вот здесь вот под моей рукой уже на наше спальное ложе, естественно, в виде матраса. Ну и там за спальным нашим ложе находится студия наша, в плане которой там свет стоит, и фон стоит белый. Ну и все. Как бы он занимает довольно приличное место в квартире. И это нужно понимать. Да, он, конечно же, стоит сейчас в боком. Но когда я занимаюсь, я достаю его на середину примерно. Вот. И здесь там так бачком-бачком около стола. И эллипсоиду нужно как бы ходить. Это первый момент. Второй момент. Второй недостаток у эллиптического тренажера. Это его цена. Мы говорим про тот тренажер, не который за 15 тысяч можно купить. Это все фигня. А нормальный тренажер, который позволит вам нормально, полноценно тренироваться. О критериях выбора мы поговорим чуть больше. Данная модель стоит примерно 60 тысяч. И это одна из самых бюджетных моделей именно в том ценовом диапазоне, который мне был нужен. Имеется в виду по набору, по сочетанию функциональности. То есть, уже в следующий раз, когда мы будем покупать тренажер эллиптический, мы будем покупать уже более дорожную модель, потому что там есть некоторые нюансы. Плюс его еще смазывать надо. То есть, он из-за того, что движущихся элементов много, скрипит под ногами, поскрипывает там получается 1, 2, 3, 4, 5 мест, где какие-то подвижные шарниры, они все начинают поскрипывать. Качество сборки. Опять же, нашего тренажера это Китай. Я вам потом покажу. Там и плохо прикреплена резина и швы. Видно, что, скажем так, особо на качество не сильно заморачивались. То есть, по мелочам, здесь очень много косяков. Резина вылезает, то есть, подогнана неровно, швы вылезают. Этот тренажер, пришлось смазывать его через пару месяцев, потому что он реально заскрипел там болт у меня под ногой. Он постоянно выпадывает, когда я занимаюсь. Он постоянно там разбалтывается и выпадывает вниз. Короче говоря, штука эта не, скажем так, самая очевидная. То есть, его размер и его цена относительно, опять же, велотренажеров и беговой дорожки. Это его недостатки. Ну и сейчас я вам еще кое-что покажу, почему, как бы, сейчас я вам постараюсь дать критерии, по которым вообще следует выбирать данный тренажер, если вы для себя, в первую очередь, решили заняться этим. Итак, сейчас я вам все покажу. Ну вот давайте, во-первых, начнем с недостатков данного тренажера. Вот смотрите, видите, да, не до конца подогнано вот здесь, а вот с этой стороны уже все нормально. То же самое и вот, если, например, взять с ручками. Вот здесь вот ровненько подогнано, а здесь уже неровно подогнано. То же самое давайте посмотрим на швы. Видите, да, здесь вот отступ большой и сам по себе шов какой-нибудь некрасивый. Вот. И здесь, соответственно, тоже так неровно обрезано. Вот. Ну, в общем, давайте дальше посмотрим вниз. То же самое, вот видите, какой шов неровный, некрасивый шов. Вот здесь то же самое. Вот видите, да, какой некрасивый шов. Нет, можно сказать, что я придираюсь к этому, но по факту нет. Я не придираюсь, просто это все потом в итоге на качество сказывается. И на ощущение, что это сделано, что эта штука 60 тысяч стоит. Дальше, смотрите, из плюсов этого тренажера в том, что у него цифровая панель, соответственно. Здесь у нас несколько программ, а я ими всеми пользуюсь. Действительно разная нагрузка. Также мы можем выставлять программу под себя. Дальше у меня вот есть такой вот кардиодатчик здесь. Сейчас я показываю. Вот он, кардиодатчик. Я его цепляю на грудь и тренажер подхватывает, соответственно, подхватывает все, что... Все удары подхватывает сердце и выводит на, собственно, на дисплей. Вот, значит, вот так это все выглядит в натуральную величину. Вот у меня под левой ногой всегда отпадывает болт. Тренажер этот можно поднять, то есть заднюю его часть, заднюю его часть можно поднять. И он будет немножко покомпактней. Дальше можем посмотреть, что есть держатель для бутылок. Он также достается. Здесь вот он достается. Вот так хлоп его. То есть под разный размер можно бутылки. В принципе, нормально держит. Вот. Ну, в принципе, вот такие вот на него есть недостатки. Вот такая вот мазь. Не мазь, а масло. Стоит там 120 рублей. Обязательно нужно купить на него. Сейчас я дожгу дисплей, и вы увидите дисплей. Значит, вот так вот выглядит дисплей. Здесь мы, соответственно, можем выбирать юзера какого-то. В данном случае это я. Вот возраст, вес, рост, количество килограмм. Вот. Здесь мы можем выбирать программы разные. Вот. Я часто бегаю вот на этой программе. Дальше мы можем выбрать время. 99 нот максимум. Да? И также мы можем выбрать сложность. Я бегаю на максимальной сложности. Вот. Обычно на такой программе я, собственно, и бегаю. Пауза. Сбросить. Ну, благодаря этому вы в процессе электронному дисплею, вы в процессе можете сбрасывать, увеличивать нагрузку, прямо вот, никуда не наклоняясь. Все здесь поставили, как вам нужно. И вполне себе нормально бегаете. Теперь важный момент. Если вы надумали покупать себе тренажер, вот такой, на что нужно обратить внимание. Во-первых, не пытайтесь купить дешевый тренажер, просто потому, что скупой платит дважды. И не потому, что он не рабочий, он будет рабочим. Дело не в этом. Вот конкретно на эллипсоиде, когда вы начинаете тренироваться, здесь самое главное для комфорта – это длина шага. Длина шага. Длина шага в зависимости от вашего роста. Например, у меня Ксюша, сколько ты? Метр шестьдесят шесть. Метр шестьдесят шесть. И ей этот тренажер более чем комфортен. А мне с метром, с роста метр семьдесят шесть, не хватает. То есть, здесь длина шага 55 сантиметров. Длина шага. И зачастую, то есть, тренажеры дешевые, они с длиной шага в 35-40 сантиметров. Вот, например, такой же тренажер, прямо точно такой же, по функциональности такой же, но с длиной шага в 45 сантиметров стоит там, по-моему, 45 тысяч рублей. С длиной шага 50 сантиметров стоит там примерно 55 тысяч. А вот уже 55 сантиметров длина шага уже стоит 60. Я просто понимаю, что в следующий раз мы будем брать тренажер с большой длиной шагой. Ну, вообще, с максимально возможной, скорее всего. Тогда она будет максимально комфортна. Такие тренажеры однозначно стоят дороже. Вот. Поэтому, если вы будете заниматься вместе, там, с семьей, и у вас, например, рост такой же, как у меня, примерно плюс-минус, то вам, конечно же, нужно брать тренажер с большой длиной шага. Иначе будет капец как неудобно. Следующий момент, это все-таки здесь магнитный привод, то есть, ну, все от электричества работает. А есть еще механические вещи, механические тренажеры. Их вообще не рассматривайте, абсолютно бесполезная штука. Не надо здесь скупиться на это. Вам просто будет неудобно. У вас просто этот тренажер в итоге, после трех занятий, превратится в дорогую вешалку. Вам это надо, а я думаю, что не надо. Поэтому покупайте сразу же нормальную штуку. Следующий момент. Смотрите за маркой, смотрите, где собирается. Вот это сборка китайская. Хотя мы прочитали, говорили, что вот, производитель следит за качеством. Но он работает. То есть, не опор, он работает. Но скрипит. Мы уже его смазываем, будем еще раз смазывать. Он поскрипывает иногда. То есть, я вам показал качество швов. Я вам показал качество выполненных работ, как здесь. То есть, это все и есть, по сути дела, элементы качества. Когда мы смотрим на тренажеры в ценовом сегменте, там, 1080p, когда вы будете вообще выбирать, внимательно смотрите за тем, где он производится. Естественно, в Китае будет дешевле, в Европейской стране, скорее всего, будет где-то подороже. В целом, если вы, мы покупали через интернет. Но, я не знаю, он не рекомендует, я вам не рекомендует. Если у вас есть возможность, сходите в магазин и посмотреть, это вот тут своими глазами, все эти детали посмотреть. Сходите, посмотрите, выберите. То есть, на данный момент, я понимаю, нужно идти, смотреть, щупать. И это будет не дешевле 70 тысяч рублей, однозначно. Иначе, что-нибудь, ну, как бы, прогадаете обязательно. Поэтому, первое, это длина шага, это самое главное. И второе, этот магнитный привод, чтобы вам можно было настраивать программы, не залезая, не наклоняясь вниз. Это очень удобно. Это все комфорт, это все в итоге сводится к тому, что вы занимаетесь долго, что вы можете заниматься долго, что вам удобно заниматься. Если вам заниматься неудобно, вы заниматься не будете. Однозначно, опыт в этом плане, у меня, как у тренера, большой. Многие покупают себе тренажеры, пытаются сэкономить на этом деньги. И потом он у них стоит на балконе, в лучшем случае, либо около кровати, в худшем случае, играет роль вешалки. Потому что нефиг, как сказать, скупой платит важно. Вот таким образом. Так, значит, сказал, это я сказал. Что еще-то, что еще не сказал. Сейчас что-нибудь подумаю и что-нибудь добавлю. Так, давайте еще раз подведем все итоги. Вообще, такое резюме по видео. Значит, тренажеры подобного плана стоит покупать тому, кто активно сейчас работает дома, кому нужно быть дома ввиду своей профессии, интернет-бизнеса, у кого на данный момент нет времени ходить в тренажерный зал, кому нужно постоянно быть в курсе дела и при этом заниматься своим здоровьем. Это первое. Также такой тренажер следует покупать тем, кто на данный момент начинает худеть. И вдобавок к питанию, к диете, нужно применять именно тренажер подобного плана. Дальше. Кому следует покупать? Это я сказал. Если у вас есть такие же проблемы, как и у меня, с суставами ног, со стопой, с коленным суставом, с тазобедренным суставом, я рекомендую вам брать тренажер, где нет соударения ноги с поверхностью, где суставы фиксированы. Это может быть либо эллиптический тренажер, либо велосипед, велотренажер. Если у вас с этим все в порядке, то покупайте беговую дорожку. Я по ней ничего сказать не могу. Там тоже какие-то есть по ней критерии. Это раз. Следующий момент. Когда при покупке эллиптического тренажера следите, выбирайте под себя именно по размеру шага. Если у вас метр шестьдесят, то для вас пятьдесят пять сантиметров будет более-менее нормально. Если вы больше метра семидесяти, то минимум пятьдесят пять сантиметров. Лично мне пятьдесят пять сантиметров шаг. Чуть-чуть не хватает. Немножко не хватает. А для моей супруги, для Ксении, в самый раз. Чтобы выбрать такой тренажер, все-таки я рекомендую сходить, если у вас есть такая возможность, в магазин и самим убедиться в том, что он у вас нормально, что нигде ничего не вылезает. Узнать про производителя, про контроль качества, потому что все потом это вам может аукнуться чем-нибудь. Обязательно покупайте смазывающее средство. Сразу же оно рублей сто семьдесят стоит. Вот. И ухаживайте за своим тренажером. У эллиптического тренажера, помимо больших плюсов, есть и большие минусы. Это, безусловно, его цена и это его габариты. Ну, на этом все. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, актуально. А, да. Два слова. По своей программе я занимаюсь примерно 4-5 раз в неделю, минимум по 100 минут в эти разы. Стараюсь сделать иногда по две тренировки. Одну тренировку днем, шестьдесят минут, вторую тренировку вечером на 100 минут, конечно же. Ну, вот. Я лично так занимаюсь. Ну, на этом точно все. С вами был Иван Кузнецов. Если это вам видео понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и пишите ваши вопросы в комментарии. Я постараюсь на них ответить. Все. Большое спасибо за внимание. Всем пока.